Всем привет, ребята, с вами Чент, и вот, несколько минут назад закончился долгожданный бой Майвезер против Макгрегора. Многие ставили большие ставки на одного, на другого. Ребята, ну, в общем-то, посмотрел. Вы сами можете в интернете там найти, делюсь с вами своим мнением. Ну, Макгрегор, как вы видели, если кто следил за всем этим движением, очень часто говорил, да я тебя, Майвезер, в первом там раунде, ну, обещал, ладно, обещал, что в первых четырех раундах я тебя положу, я тебя просто раздавлю. Но, дружище, ты не из мира бокса, ты из ММА, это бои без правил, бои в клетке, а в боксе работают немного другие правила. То, что, в общем-то, Макгрегор делал на ринге, ну, это, мягко говоря, неправильно. Сколько ударов, ребята, было по затылку? Честно, я пытался сначала считать, потом понял, что нет смысла. Что Макгрегор вытворял, как он держал руки, как он вообще бил, честно, ну, вначале было смешно. Нет, вначале, как раз, когда у него еще были силы на удары, вроде смотрелось очень неплохо, а Майвезер, ребята, у чувака 49 побед и ни одного поражения. Это был 50-й бой его. Вроде такой маленький, щупленький, знаете, смотришь, думаешь, ну, точно Макгрегор победит. Ну, потому что чувак молодой, чувак подкачанный. Сейчас точно что-то будет. Первый, второй, третий раунд я смотрел, знаете, вроде бы все хорошо. Ну, если бы только, конечно, Макгрегор не нарушал правила. Я же говорю, бить по затылку, заходить за спину. То есть он реально использовал правила, которые, ну, недопустимы в боксе. И что еще интересно, был судья, который вообще не снимал ему очки. Он просто отодвигал, и ничего не происходило. Хотя, если билось бы на два боксера, не знаю, я не видел такого раньше, То сразу говорили, чувак, ты что творишь? Типа, нельзя бить по затылку, нельзя заходить сзади и клепать. Ты пришел в мир бокса. Если ты, в общем-то, хочешь биться с легендарным бойцом, которого 49 побед, бойся по правилам бокса. Нет, ребята, ну, три раунда вроде бы Макгрегор что-то еще пытался, да? Но, ребята, происходит четвертый раунд, а вы же понимаете, да? То есть ММА это быстрые бои. Там кто первый ударил, тот и лег. Дыхалка уходит, дыхалка еще уходит, и все, и Макгрегор понимает, что жопа происходит. И происходит дальше вообще следующее. Флойд начинает очень жестко так вот понемножку атаковать. У него есть еще силы, он это все делает. Ау, какие руки были у Макгрегора, он их вот так вот, он их... Боже, ребята, ну, честно сказать, это было немного похоже на цирк, особенно в конце, то есть. И неприятно было то, когда вот Макгрегор кричал, то я вот, знаете, вот эти вот великие слова. Мне интересно теперь его оправдание. Говорил, я тебя порву. Возможно, он отличный боец в смешанных единоборствах. В клетке, красавчик. Но, чувак, ты пришел на бокс. Тут чуть-чуть другие правила. Даже не то, что чуть-чуть. Тут вообще другие правила. Бить по затылку и так далее. Ну, удары. Тут самое жесткое это были удары. Ребята, я думаю, вы посмотрите этот полностью бой, и вы поймете, о чем я говорю. Как бьет Флойд, да, то есть, какие четкие удары, быстрые. И у Макгрегора вот, 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 вот такое вот. Я смотрел, и это просто был ужас. И что произошло? Я думал, что хотя бы до 12-го раунда это держится. Какой, ребята? 9-й, 10-й раунд. Эх, все в задницу пошло. Потому что начали так клепать Макгрегора, что он просто начал теряться. То есть, уже Флойд его разбросал по всему рингу. Чувак уже думает, все, ребята, просто жопа наступила. Ему наклепали-наклепали, и судья уже понимает, что там просто бессмысленно. У Флойда еще сил и сил, потому что он боксер. Он в своей, в общем-то, атмосфере. И точно не будет реванш. Тут нет смысла реваншу давать. Макгрегор только в начале что-то пытался. Три раунда. Ну, в боксе, понимаете, еще важна дыхалка. А потом все такое стало... Никакое. И тут уже как бы наклепали Макгрегору, наклепали. Судья уже махает. Но, ребята, там просто была жесть. И какой, в общем-то, можно подвести итог? Вот такой вот молодой, сильный. Прям побеждал в клетке. Вышел в ринг на условия бокса. Тут такие правила не работают. Не зря, наверное, такой вот черненький и маленький 49 побед одержал. Да, то есть все-таки что-то в нем же есть. И вот мы доказали. Потому что я вначале, скажу честно, я особо не следил ни за тем, ни за тем. Но первый раунд, второй, третий, я вижу, что Флойд, он держится. Да, то есть он маленький, но он держится. По отношению к Макгрегору. Тут такая, знаете, машина такая для убийства. Значит, смотришь и думаешь, что точно порвет. Ну, вот продовольство-то уже железно уверен в этом. А с каждым раундом ты понимал, что эта машина для убийства реально вздыхает. То есть вздыхалка уходит, руки не держатся. А чем дальше ты смотришь тот бой, руки вот-вот так вот. То есть он вроде попадает по лицу, но это вот такое что-то. Это что-то какие-то вот... Я смотрел, честно, но в боксе такого нету. И Флойд понял, что типа, все, чувак, ты мой, иди сюда. И все, это был как бы... Относительно после половины боя я уже понимал, кто выиграет. То есть уже было видно, у кого силы еще только-только подходят. А кто уже, в общем-то, вздыхает. И там только нужно еще чуть-чуть. Мне кажется, что закончили бой рано. Еще бы немного времени. Потому что люди пришли на зрелище. Макгрегор не лег. Но я уверен бы, если бы раунд продлили, он бы лег бы на ринге. И было бы вообще максимально зрелище. А тут как бы, ну, не то, что они опустили лицом в грязь. Но все равно, как бы, чувак обещал, что вот будет красиво. Вот я тебя порву, то ты никто, ты уже засиделся. И вот, знаете, тот момент, когда ты сильно высоко взлетаешь и сильно больно падает. Потому что вот тут всем пообещал, что я тебя порву, а в итоге порвали тебя. Ребята, как вам кажется, как вообще произошел бой? Все ли было по правилам? Хотя по правилам там ни хрена не было. Как вообще зрелище? За кого вы болели? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что интересно услышать ваше мнение. Все-таки Макгрегор красавчик. Либо все-таки засвездившийся парень. Либо все-таки будет реванш. Ну, хотя я не думаю, что реванш будет. Какой? В правилах клетки. Ну, и Флойд туда не пойдет. Потому что вообще совсем другая, как бы специфика. И не то. Так что, ребятушки, подписывайтесь на канал. Это был Андрей Чент. Мое мнение, в общем-то, по поводу боя спустя пару минут после его просмотра. Всем пока.